Знаковое для Челябинской области производство сегодня запустили в Магнитогорске. В городе Металлургов открылся завод по производству сжиженного природного газа. Это позволит расширить сеть экологически чистого транспорта, как пассажирского, так и грузового, а значит сделать воздух в регионе чище. Проект амбициозный. Дать старт приехали губернатор Алексей Текслер, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов и глава Новотек Леонид Михельсон. Подробности с места события у моего коллеги Андрея Михалюка. 40 тысяч тонн природного сжиженного газа будет производить завод ежегодно. Его территория составляет 5 гектаров. На ней находятся места для хранения газа и собственное оборудование. В открытии завода поучаствовал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Три, два, один, путь! В 2018 году началось строительство этого завода. Газ, который будет здесь производиться, используют экологически чистые автобусы. Сейчас на дорогах Челябинска их 100 штук. Это новое производство, это новые высокопроизводительные рабочие места. Самое главное, новая возможность заниматься газификацией и работать по направлению газомоторного транспорта. Для всех сфер жизнедеятельности региона, в том числе для общественного транспорта. Вы знаете, что тема экологии для нас актуальна. И значительное влияние на экологическое состояние в городах оказывает и транспорт. И перевод на газомоторное топливо – это существенный вклад в экологическое состояние наших крупных городов. Для экологически чистого транспорта существуют специальные автозаправки. Они уже есть в Челябинске и в Челябинской области, но их очень мало и всем не хватает. Поэтому пока что автобусы будут заправлять специальные передвижные автозаправки. Заправочная установка с производительностью от 120 до 150 литров в минуту позволяет осуществлять заправку транспорта, в том числе тягачей, автобусов, крупнотоннажной карьерной техники. Еще пять заправочных пунктов планируем открыть и таким образом закрыть транспортные коридоры. В первую очередь такие автозаправки будут строить для большегрузов. Небольшие АЗС появятся и в отдаленных районах региона. В первую очередь все это входит в программу развития экологически чистого топлива. Правительство разработало, утвердило и реализовывает сейчас программу развития рынка газомоторного топлива. Программа предусматривает ежегодно примерно 8,3 миллиарда рублей различного рода субсидий, которые должны стимулировать как развитие автотранспорта и генерирующих мощностей, работающих на газомоторном топливе, так и создание необходимой инфраструктуры. Первый опыт реализации программы прошел в Ленинградской области в 2017 году. Следующей площадкой для повторного успеха выбрали Челябинскую область. Завод охватывает по экономике, хорошо получается, радиусом 400, а может быть даже 500 километров. Что это можно разводить на это расстояние по заправкам и в том числе газифицировать отдаленных потребителей. Вместе с руководством компании «Новотек» Алексей Текслер заключил партнерское соглашение. Оно будет касаться развития спорта в регионе и социальных отношений. Андрей Михалюк, Андрей Ярушев, Павел Головин. ОТВ.